Здравствуйте, меня зовут Денис Ашман. В следующей серии лекций мы должны будем рассмотреть европейский суд, его судебную практику и влияние на развитие европейского сообщества до нынешнего Европейского союза. Мы вернемся к некоторым вопросам, которые вы обсуждали в последних лекциях, в которых мы рассматривали некоторые институты и историю Европейского союза. Как вы помните, вы обсуждали значение Совета Министров, Европейского Совета, Европейской комиссии и Европейского парламента. И вы видели, что в ходе формирования европейского сообщества каждый из этих институтов играл определенную роль, политическую роль, которая претерпела значительные изменения со дня основания Европейского сообщества. Особенно это касается Европейского парламента. Это касается и Совета Министров, и Европейского Совета. Благодаря различным государствам членам оказалось большое политическое влияние, которое иногда содействовало развитию Европейского сообщества. Но иногда вызывало задержки и сложности в достижении целей Европейского сообщества. Европейский суд был создан как судебный орган сообщества, и поэтому первоначально его роль заключалась в толковании независимых законов, принимаемых институтами сообщества. и некоторого рода пересмотре этих законов и бездействия государств в членах. Таким образом, его задачи были внутренними и заключались в оказании помощи и в толковании законов сообщества. В этой серии лекций мы рассмотрим то, каким образом эта роль возросла и изменилась под влиянием потребностей Европейского сообщества и изменениями их. Некоторые ученые, а также судьи сообщества, работавшие ранее и работающие сейчас, утверждают, что роль Европейского суда не является лишь судебной ролью. Иногда он занимался политической деятельностью, и если это была политическая деятельность, она была оправдана с политической точки зрения. Я бы хотела, чтобы в ходе этого курса лекций вы помнили об этом, и чтобы вы тоже подумали о том, считаете ли вы, что суд играл политическую роль, и была ли это политическая роль оправдана в тех обстоятельствах. Особенно при ретроспективном рассмотрении, не помогла ли она Европейскому Союзу достичь того положения, которое он занимает в настоящее время. Давайте обратимся к первоначальному договору и статьям, в соответствии с которыми был создан Европейский суд, и в которых рассматривалась роль, которую должен был играть Европейский суд. Вспомните, что когда вы обсуждали Европейский суд, вы говорили о том, что он входит в систему национальных судов государств-членов. Он играет независимую роль, но эта роль в силу национальной необходимости автоматически связана с национальными судебными системами всех государств-членов. Поэтому при выполнении своих функций он в значительной степени полагается на национальные суды для обеспечения того, чтобы их действия полностью соответствовали действиям Европейского Суда. И эти действия использовались в государствах членов. Наиболее важными лицами в Европейском Суде являются, конечно же, судьи. Так что давайте рассмотрим статью 223, договор о Европейском экономическом сообществе, в которой оговаривается состав Европейского Суда. В ней сказано, что судьи и генеральные адвокаты должны избираться из числа лиц, чья независимость находится вне сомнения и которые обладают квалификацией, необходимой для назначения на высшей задержанной должности своих стран или являются учеными с признанной квалификацией. Общая позиция заключается в том, что каждое государство-член имеет право назначать одного судью в Европейский Суд. Поскольку в настоящее время у нас 15 государственных членов, у нас 15 судей Европейского Суда. Но, как вы видите, назначение зависит в значительной степени от национальной судебной системы отдельного государства-членов. В таких странах, как Великобритания, как вы знаете, ученый не может быть членом судейского корпуса. Судьи избираются из числа практиков. Поэтому британские судьи назначаются из состава членов судейского корпуса Великобритании. В других государствах-членах, где ученые могут заседать в конституционных трибунах в государствах, в Европейский суд назначаются ученые и судьи. Так что мы видим, что из-за существующей структуры возникает смешанный состав профессионалов, ученых и элит с различным образованием и опытом. В настоящее время в европейском сообществе существуют три страны с общим правом. Англия, Уэльс и Северная Ирландия. Все остальные страны сообщества имеют цивилистическую систему права. Так что и в этом отношении существуют большие различия в том, как выглядят и создается права. Так что к этим различиям нужно приспособиться и нужно их использовать с пользой, даже при отрицательном влиянии в работе суда. Все члены коллегии и судей европейского суда назначаются на шестилетний период. В течение этого страны, фактически, каждые три года меняется половина коллегии и судей. Назначение должно утверждаться европейскими институтами, но на практике принимается рекомендация каждого государства человека. При создании европейского сообщества было, конечно же, шесть государств, отсюда шесть судей. Суд обычно проводил пленарные заседания, когда все судьи присутствовали на всех заседаниях. Проходило время, заседания становились все более продолжительными, вопросы, передаваемые на рассмотрение, все более значительными, и суд пришлось разделить на два блока. Так что чаще всего на обычных заседаниях суд проводится в составе трех или пяти судей. Кроме того, может проводиться специальное пленарное заседание в составе девяти судей, а при особых обстоятельствах и в особых случаях может созываться весь суд. В европейском суде назначается председатель, который представляет суд в дискуссии и в сообществе. Каждому судье помогает коллегия, которая включает в себя несколько памятников. У него есть государственная гражданская служба, которая обычно включает в себя юристов или ученых, которые проводят исследования, необходимые судье для выполнения его обязанностей. Наряду с судем в европейском суде есть еще одно лицо с юридической квалификацией. Это генеральный адвокат. Как было сказано в отрывке статьи 223, квалификационные требования к генеральному адвокату являются такими же, как и для судей, назначенного государством-членом. Каковы функции генерального адвоката? Прежде чем мы рассмотрим этот вопрос подробнее, нам следует вернуться к судьям европейского суда и отметить, что они проводят заседания, и их заключения выносятся на основе консенсуса. Вы можете себе представить различные идеи, различные образования, различные языки и различное восприятие, того, каким образом должно развиваться европейское право, очень часто вызывали большие сложности в достижении соглашения в европейском суде и на его заседаниях. Так что в практических целях и для обеспечения эффективности работы суда было решено, что европейский суд должен быть судом, в котором будет выноситься единое решение. Никак в Англии, где есть решение большинства, а решение меньшинства, и что это решение будет считаться решением всех судов. Поэтому это решение не вызывает большого обсуждения причин принятия этого решения или наиболее важных аспектов, которые были учтены. Поэтому эту функцию должно выполнять лицо, занимающее другую судебную должность, и это генеральный адвокат. Руна генерального адвоката заключается в обеспечении ресурсов и изучении различных вопросов для оказания помощи судьям в различных делах. В настоящее время в европейском суде восемь генеральных адвокатов от пяти крупнейших стран, которые имеют право назначать генеральных адвокатов на индивидуальное слое. Существует также семь или восемь генеральных адвокатов, которые избираются на основе ротации менее крупными государствами членов. Так же, как и у судей, у генеральных адвокатов есть коллеги и помощники, которые оказывают им помощь в подготовке заключения для оказания помощи суду. Если мы начнем рассмотрение процессуального права в европейском суде, первое, что мы должны отметить, это то, каким образом используется множество официально признанных языков, а также языки государств-членов, которые вошли в Европейский Союз. Фактически все языки не могут использоваться во всех делах. Поэтому рабочим языком суда является французский язык. Сами судьи говорят на французском или английском, или других языках. Но для рассмотрения дела принятым рабочим языком является французский. Начнем рассмотрение самого дела. Мы видим, что у нас есть судьи, заседающие в колесе. У нас есть генеральные адвокаты, которые, как мы знаем, проводят исследования от имени суда. У нас есть стороны самого дела. Специфика Европейского суда, который делает его более международным институтом, заключается в том, что государства-члены и институты сообщества могут принимать участие в заседаниях, высказывая свое мнение о результатах, которое должно рассматриваться судьям на пределах. Таким образом, в европейском суде может высказываться политическое мнение, так чтобы судьи могли принять решение или для того, чтобы помочь им вынести решение подделено. Как мы знаем, государства-члены могут быть слишком заинтересованы в представлении своих национальных интересов. Они могут беспокоиться о том влиянии, которое окажет решение на их национальные интересы, или влияние на другое государство-члены, которое, в свою очередь, окажет влияние на их собственное государство. Так что для них очень важно иметь право высказать свое мнение и доказать его значимость. Таким же образом, комиссия должна обеспечивать единообразие европейского сообщества, и она также хочет убедиться в том, что ее мнение будет услышано, прежде чем судьи вынесут решение. Мы видим, что суд не только выполняет судебные функции, но и выслушивает политические заявления от государств-членов, Совета министров различных условий или от самой комиссии. И любой другой институт также имеет право высказать свое мнение, если оно имеет отношение к их функциям и имеет важное значение для рассматриваемого дела. В данном случае играет роль также и язык, о котором мы уже упоминали. Сторона по делу имеет право попросить, чтобы дело велось на ее родном языке. Это значит, что у европейского суда есть большое количество переводчиков, которых суд нанимает для обеспечения того, чтобы дело было полностью переведено судье на соответствующем языке, и так, чтобы отчеты в окончательном варианте были подготовлены на этом языке для распространения в государств-члене, так, чтобы решения впоследствии могли быть подтверждены. Механизмы европейского суда изначально отражали структуру гражданского права, и это отражалось в судебном процессе. Однако теперь обычно имеет место двухэтапная процедура. Аргументы по-прежнему подаются главным образом в письменном виде. Однако теперь сторона может присутствовать в суде и делать заявление перед судьями до окончательного принятия решения. Для того, чтобы помочь лицам, обращающимся в суд, сделать заявление и соблюсти требования европейского суда, нам следует обратиться к статье 245 договора относительно возможности принятия процессуальных норм. А в европейском суде существуют свободные нормы для принятия их судов. Вернемся к разделению функций судей и генерального адвоката. В каждом составе или коллегии судьи, которые рассматривают дело, один из судей назначается джадж-рапортер. Именно он обязан представлять суду основные факты и заявления сторон. Когда процедура инициируется через национальный суд, или сам европейский суд, именно генеральный адвокат должен убедиться в том, что информация, полученная от сторон, является достаточно полной для того, чтобы суд мог надлежащим образом рассмотреть решение, которое будет принято. Мы подробнее рассмотрим этот вопрос при рассмотрении статьи 254 договора, благодаря которой суды могут толковать законы и законодательству европейского сообщества. Давайте рассмотрим поближе роль европейского сообщества в сообществе. Что входит в его компетенцию? Я написала на доске четыре основные области, которые находятся под контролем европейского суда. Во-первых, это функция судебного контроля и принуждения к исполнению. И они оговариваются в статьях 226 и 232 договора. Эта функция непосредственно связана с последней лекцией европейского судья. И эта функция очень важна, но не настолько, как вторая, которая, как мы знаем, является основным вопросом, который мы рассматриваем в этой серии лекций. И эта функция – толкование. Она оговаривается в статье 234 договора. И мы рассмотрим ее и процедуру, предусмотренную в статье 234 подробнее. Мы также рассмотрим судебную практику использования статьи 234 европейским судам. В-третьих, функции суда связаны с внутренними мерами. В сообществе существует большой штат, и одна из функций связана с рассмотрением дел, связанных с работниками. И разногласия между работниками и работодателями требуют большого количества дополнительных законов, регулирующих работу сотрудников европейского сообщества, как в различных комиссиях, так и во внешних институтах, которые фактически имеются в каждом государственном члене. Кроме того, само сообщество, обладая большей правосубъектностью, как вы узнаете в последних лекциях, европейское сообщество имеет право заключать договоры и может действовать в качестве органов европейских или других стран. Оно может рассматривать разногласия, которые могут возникнуть в области договорного права или в области правовых норм, регулирующих вопросы неприязности, или иски о деликтах против сообщества, которые передаются в европейский суд. Наконец, европейский суд связан с апелляциями в европейском сообществе. Мы рассмотрели сам европейский суд, однако его нагрузка стала такой большой, что, как вы знаете, из последнего курса лекций, был создан второй суд для того, чтобы уменьшить загруженность европейского суда. И этот суд называется судом первой инстанции. Суд первой инстанции является дополнительным по отношению к европейскому суду. Так что существует апелляционная процедура, в соответствии с которой дело, рассмотренное судом первой инстанции, может быть затем передано по апелляции на рассмотрение в европейский суд. Структура суда первой инстанции очень похожа на структуру европейского суда. Каждое государство-члено имеет право назначать одного судью на шестилетний срок в суд первой инстанции. В отличие от европейского суда, генеральные адвокаты не назначаются специально для оказания помощи судьям при рассмотрении дел. Однако у них есть та же система джадь-парапортер, которая назначается для представления основных фактов и отвечает за исследования, которые представляются в суде в отдельных делах. И в какой-то степени они выполняют функции генерального адвоката в вышестоящем суде. Приназначение требований в отношении гражданства очень похоже на требования европейского суда. Хотя формулировки являются несколько иными, практика и результаты являются сходными. Наряду с судом первой инстанции существует еще один институт европейского сообщества, который также выполняет цивидную функцию. Как вы, возможно, помните, Европейская комиссия очень много работает над вопросами права регулирующего вопроса конкуренции. И в этой области она выполняет судебные функции, регулируя разногласия и вынося решения, связанные с возможными нарушениями права регулирующего конкуренции, и налагая штрафы на различные органы, которые, возможно, нарушили законы, связанные с конкуренцией. В таком случае должна существовать возможность подачи апелляции в вышестоящее заведение. Сначала апелляция подается в суд первой инстанции, и существует возможность ее дальнейшего рассмотрения европейским судом. Так что, когда мы рассматриваем четыре основные сферы компетенции, и традиционные сферы, как можно ожидать, относятся к пунктам А, С и Д. Функция толкования была явно необходима, когда существовал один суд, который должен был толковать статьи договора. Однако, по мере рассмотрения различных вопросов, мы увидим, что именно эта функция стала наиболее важной функцией европейского суда, и, конечно же, эта функция, благодаря которой он может играть гораздо большую роль в европейском сообществе, теперь в Европейском Союзе. До договора НИЦ, который пока еще не ратифицирован государственными членами, существовали разногласия относительно того, какие функции могли бы выполняться не только европейским судом, но и судом первой инстанции. Обычно считалось, что сферы А, С и Д находились в компетенции суда первой инстанции, с соответствующими ограничениями, связанными со структурой апелляции. Однако сфера толкования осталась в руках европейского суда, в то время как вы увидите, что она оказывает гораздо большее влияние на развитие сообщества. И, конечно же, оказывает влияние на применение правовых норм европейского сообщества всеми национальными судебными системами. В результате ощущалось необраздивость обеспечения, единообразие, знания и, конечно же, того, каким образом формировалась права. Существование двух судов в системе, очевидно, создавало сложности, и был сделан вывод о том, что это неправильно. Однако, поскольку роль европейского суда взросла и увеличилось число государств, так как число вопросов, переданных на рассмотрение государственными членами, следовало закону естественной прогрессии, и все же увеличилось, был сделан вывод о необходимости расширения этой сферы компетенции и распространения ее на суд первой инстанции. В договоре Ниццы предлагается не ограничивать этот вопрос лишь компетенцией европейского суда. Однако всегда, когда область толкования была связана с государством-членом как стороной дела в суде, европейский суд должен был рассматривать его как сферу компетенции, а не заседать в коллегии. Вопрос передавался государству-члену для проведения пленарного заседания, то есть более полной сессии европейского суда, для того, чтобы больше судей участвовали в принятии решений. Понятно, что если суд первой инстанции укажет на решение, которое он хочет принять, и это решение не принимается, тогда остается возможность подачи апелляции в европейский суд по этому вопросу. На схеме, которую я нарисовала на доске, вы видите, что в большинстве дел судебная структура Европейского Союза состоит из трех частей. Во-первых, у нас есть европейский суд, новый суд, суд первой инстанции. И в договоре НИЦЕ, если он будет стратифицирован, будет оговорено создание специальных коллегий судей для особых целей для уменьшения нагрузки этих судов. В-третьих, существуют национальные суды государств-членов. У европейского суда и его структуры нет достаточных средств и возможностей для обеспечения реализации своих решений национальными судами. Поэтому европейское сообщество считало, что роль национальных судов заключается в сотрудничестве и является важной частью судебной системы европейского сообщества. Именно национальные суды, которые должны применять и реализовывать право в стране. Так что на практике, хотя это не апелляционная структура, национальные суды играют важную роль в работе европейского сообщества. И мы увидим, насколько важна эта роль, когда мы начнем рассмотрение доктринств. Развитие европейского суда оказало непосредственное влияние на благоприятное толкование. А с как же процедуру толкования в соответствии со статьей 234? Суд является коллегиальным органом, голосующим большинством голосов. Мы рассматривали структуру назначения, и мы видим, что именно благодаря структуре назначения по странам у нас есть люди с различным образованием, различными системами национального права и различным профессиональным опытом, академическим и судебным. Мы видели, что суду оказывает помощь генеральная адвокатура, решение которого мы можем сравнить с решением, которое вы можете увидеть при рассмотрении индивидуального решения, так как проводится полный анализ того, почему принимается это решение. Он изучает дела, аргументы сторон и причины, по которым эти аргументы следуют или не следуют принимать. Положение дела играет важную роль, и те, кто хочет узнать, какие решения будут принимать европейским судом, должны будут изучить взгляд генерального адвоката. Он высказывает мнение для оказания помощи суду в принятии решения, но это мнение не имеет обязательной силы и используется в качестве вспомогательного средства. Очень часто судьи могут согласиться с мнением генерального адвоката, и тогда вероятно, что аргументы, убедившие генерального адвоката, будут убедительными и для судей, хотя это не обязательно будет отражено в решении суда. Однако генеральный адвокат может высказать мнение, с которым суд не согласится. Таким образом, несмотря на то, что аргументы, исследования и ресурсы остаются очень важными, большинство примет другое решение. И именно это решение будет иметь важное значение для европейского сообщества, несмотря на противоположное мнение генерального адвоката. Мы также видели, что на суд оказывают политическое влияние государства члены, комиссия и другие институты. Это считается выполнением функций, которые частично входят в сообщество, путем обеспечения связи между институтами и государствами-членами, а также путем обеспечения связи между ним самим и его структурой, и государствами-членами, и структурами национальных судов, которые играют ключевое значение в его развитии. Как я уже говорила, ученые считают, что сырья в европейском суде иногда заходили слишком далеко в использовании своих функций по стимулированию развития европейского сообщества. В частности, некоторые бывшие судьи европейского суда высказывали следующие взгляды по вопросу иностранных дел. Европейский суд играл роль в формировании сообщества, будучи одним из его главных архитекторов. Если бы он этого не сделал, этот эксперимент мог бы закончиться под влиянием все большего числа наказаний. Однако, если эти действия не будут четко определены, они могут стать социальным злом, которое, по словам Гриффина, работало лишь на сам суд. Общество отказывается оказать помощь в ускорении процесса интеграции, и это не могли не заметить европейские судьи. Однако, очень часто это оказывает большое влияние на отдельные судебные решения. Не увлеклись ли судьи или большинство судей своими собственными личными убеждениями, решив отделить мир, в котором они работают, от реального мира? Даже если это и нравится лишним многим, судьи хотели ассоциироваться с видением отцов-основателей и собственным видением отличным от видения общества. В данном случае он рассматривает идею судей, в частности, идею толкования, обеспечения прав и средств судебной защиты и положений, связанных с принуждением к реализации в национальных судебных системах государств и членов, которые не предоставлялись из-за политического бездействия или сложности в толковании или урегулировании в отдельных государствах и членах. Мы увидим, как это происходит по мере рассмотрения вопросов в лекции. И когда будем изучать политические институты и деятельность этих институтов, вызывающие проблемы европейского сообщества, я бы хотела, чтобы вы подумали о следующих вопросах в областях, в которых европейское сообщество продвинулось вперед. Какое влияние оказал отдельный суд, европейский суд, влияние, которое впоследствии отразилось на национальных судебных системах? Какое влияние было оказано в предоставлении национальным системам прав, которые впоследствии были включены в систему либо через договор или действия отдельного государства-члена там, где раньше ничего не предпринималось. В связи с этим я хочу вернуться к особой статье договора, связанной с ролью европейского суда, о которой вы, возможно, уже слышали. Это статья 220. Как вы знаете, после Мастрикского договора статьи были перенумерованы. Однако эта статья имеет важное значение и упоминается во многих случаях, так как статья 220, ранее 154, имеет исключительно важное значение для развития сообщества. В ней говорится, что суд обеспечит соблюдение закона, притолкование и применение договора. Закон означает нечто вне статьи договора. И, как вы помните из предыдущих лекций, современные источники права включают общие источники права. И авторитетным источником для этих общих источников права считается данная статья 220. И мы должны посмотреть, использовались ли принципы статьи в качестве права и не злоупотребляли ли ими судьи. При реализации целей и великих замыслов сообщества, когда они были предоставлены физическим лицам, независимо от их места проживания, их национальной системы и того, насколько система государства-членов эффективна и упорядочена с политической точки зрения в том, что касается необходимости соответствия обязанностям сообщества. Мы рассматриваем эту статью, мы поговорим о доктринах, разработанных Европейским Судом, доктринах прямого влияния, благоприятного толкования, государственной ответственности и наиболее важной доктрины верховенства, которая имела фундаментальное значение для многих доктрин, созданных Европейским Судом. Давайте теперь рассмотрим поближе статью 234 и посмотрим, каким образом судьи использовали эту статью для содействия и разработки доктрин в других областях, которые мы рассмотрим позже. В статье, на которой делается судьба на доске, говорится следующее. Суд окружает юрисдикцию для принятия решений связан с А. Толкованием настоящего договора. Б. Действительностью и толкованием законов институтов сообщества и Европейского Центрального Банка. В. Толкованием законов, принятых Советом, там, где это оговорено в законах. В. Толковании сказано, в случае, если в суде или трибунале государства-членов был поставлен вопрос, этот суд или трибунал может задать вопрос, необходимо ли решение по этому вопросу для вынесения решения. Запросить решение суда по этому вопросу. В. Случае, когда ожидается рассмотрение дела в суде или трибунале государства-членов, против решения которых не существует средств судебной защиты национальности и национальности и национальности этот суд или трибунал вынесет вопрос на рассмотрение Европейского Суда. Так что мы должны рассмотреть эти различные элементы. Во-первых, мы видим, что суд это суд толкования, во-первых, самого договора, статей договора и затухов. Во-вторых, самих институтов и вторичного законодательства. И это вторичное законодательство также должно рассматриваться и толковаться Европейским Судом. для того, чтобы толкование соответствовало статьям договора и соответствовало духу Европейского Судом. Третьих, суд может создавать отдельные органы и отдельные законы. И эти органы регулируются этими законами. И они могут быть необходимы для обеспечения надлежащей работой и это тоже задача Европейского Суда. Мы будем уделять основное влияние областям А и Б, толкованию самого договора и толкованию дополнительных законов институтами в соответствии со статьями и так далее. Второй вопрос, которым мы рассмотрим, какова процедура принятия этих предварительных решений? Это во многих отношениях связано со взаимодействием с национальными судами. И мы видим, что в данном случае используются такие слова, как суд или трибунал. Слово суд имеет определенное значение в национальной судебной системе. Слово трибунал явно может быть дано более широкое толкование, что мы должны посмотреть, насколько активный трибунал участвует в оценке соответствующих органов в государствах членов. В-третьих, нам необходимо посмотреть, каким образом используется процедура обращения национального суда или трибунала в европейский суд. Хотя это не оговаривается специально в данной статье о преступлении в сообществе, в каждом договоре государства члена оговаривается, что единственным органом, функцией которого является толкование договора, является европейский суд. И это не та функция, которую могут также выполнять национальные суды государств членов. В данном случае проблемой является единообразие законов европейского сообщества, которые, независимо от того, являются ли они основными или вторичными, должны быть единообразными для эффективной реализации договора и его эффективного и единообразного использования, без какой-либо дискриминации в каждом государстве членов. Поэтому основное толкование дается только европейским судам. Однако во всех национальных судебных системах государств членов суды подразделяются на две различные категории. Во-первых, это национальный суд или трибунал, который может направлять вопросы в европейский суд. И есть также национальный суд или трибунал, который должен направлять вопросы в европейский суд. Так что в данном случае видно, что существующие системы взаимодействуют со структурой национальных судов. И суды, являющиеся наиболее высокими судами в национальной системе, обязаны передавать дела на рассмотрение в европейский суд. Суды, которые предоставляют средства судебной защиты, в которых апелляция зависит от высшестоящего суда, могут передавать дела на рассмотрение в европейский суд. Так что мы видим, что в своей первоначальной форме статья 234 основана на том, что дела, которые не направляются на толкование, но имеют отношение к толкованию европейского сообщества, передается в суд, в который подается апелляция. И лишь этот суд обязан передавать дела в европейский суд. Попытаемся кратко изложить эту статью. Мы говорим, что национальные суды и европейский суд должны взаимодействовать. Сотрудничество связано с тем, что национальные суды должны выносить решения в своей судебной системе. Если дело инициируется в национальном суде, оно связано с законами европейского сообщества, основными или дополнительными, и его толкованием. Тогда национальному суду для вынесения решения понадобится толкование европейского суда. И если подобное толкование не может быть дано в первой инстанции, тогда по делу будет подана апелляция. И при подаче последней апелляции суд должен передать дело в европейский суд, который затем вынесет решение, которое может быть использовано в национальной системе для вынесения окончательного решения по делу. Насколько это реалистично? Какие барьеры существуют в национальной системе, препятствующие достижению этого наиболее высокого уровня? В английской системе, как вы знаете, существуют барьеры, связанные с разрешением. Вы должны получить разрешение до того, как вы сможете подать апелляцию в вышестоящий суд. Существует также барьер, связанный с издержками. Очень часто стороны приходят к выводу, что они просто не могут позволить себе дальнейшее рассмотрение дела. Следовательно, то, что суд, который может получить заявление для толкования, обязательно получит дело и сможет дать толкование, не происходит автоматически. Так что, если вы посмотрите на эту статью, вы увидите, что она содействует сотрудничество, но это сотрудничество должно инициироваться национальными судами государств-членов. Без этого сотрудничества вопроса толкования возникать не будет. В статье 234 нет механизма, который давал бы возможность европейскому суду заставлять национальные суды государств-членов задавать вопросы. Так что вы можете видеть систему, в которой в соответствии с этой статьей Национальный суд государства-члены имеют полное право обратиться в суд для того, чтобы принять первоначальное решение относительно толкования. Система апелляции используется для проверки этого толкования позднее в процессе рассмотрения отдельного дела соответствующим национальным судам. Насколько это реалистично? Мы поговорим о том, как сам суд решил, что статья неэффективна, и поэтому могут потребоваться изменения для обеспечения побольше эффективности. Суд был более эффективен в случае, когда отдельный суд мог задать вопрос. На вопрос дается ответ, и вопрос закрывается. Прецедентная система права была бы гораздо более действенной и эффективной, чем эта сотрудничества. Эта статья не предлагает такой прецедентной системы права, какая существует в некоторых странах. Однако можно утверждать, что нечто подобное было создано с помощью процессуальных норм Европейского суда. Как утверждали Монсини и Китинг, двое бывших судей Европейского суда, если доктрины прямого эффекта и верховенства являются колоннами-близнецами системы права, процедура, описанная в статье 177, статье 234, после подписания Мастрикского договора, должна быть краеугольным камнем в здании. Без него рубит крыша, и две колонны станут руинами, которые напоминают о разрушившемся храме, красивом, но бесполезном. Так что статья 234, возможно, больше не используется, но теперь ставит Европейский суд во главу национальной системы правосудия. И суд дает толкование основным и вторичным законам. Это толкование будет иметь силу и будет применяться в национальной системе права каждого из государств-членов. И это толкование должно затем использоваться, соблюдаться и применяться всеми национальными судами. Однако для этого Европейский суд должен убедить национальные суды в необходимости реализации этой меры. Во-вторых, национальные суды на нижнем уровне должны рассматривать свои собственные дела, иначе Европейский суд не сможет толковать большое количество основных и вторичных законов. Каким образом он достигает этих целей? Давайте начнем с рассмотрения основной базовой процедуры, которая применяется по отношению к статье 234 и толкованию национального суда. Отдельное государство-член, лицо, подает иск в национальный суд на самом нижнем уровне. В основе иска частично лежит закон Европейского сообщества. Этот закон Европейского сообщества мог быть законом Европейского сообщества, который был реализован государственным членом, поэтому он становится национальным застройством. Однако он реализуется в качестве оригинального источника Европейского сообщества. Поэтому, как бы он ни толковался, это должно происходить одинаковым образом. В каждом государстве члене. Так что первый вариант заключается в том, что закон был реализован в государстве члене. И хотя мы имеем дело с национальным правом, само национальное право является отражением права европейского сообщества. Так что толкование, которое дается, должно соответствовать толкованию первоисточника из права европейского сообщества. Второй вариант заключается в том, что закон европейского сообщества вообще не был реализован. Это может произойти, потому что еще не истек соответствующий срок, и суды не имеют права использовать его в национальном масштабе, потому что это не закон, который должен применяться в национальном масштабе. Однако, может быть, что государство-член просто не успело выполнить свои обязательства для реализации закона в национальном масштабе. Может ли лицо использовать принцип европейского сообщества, который не был реализован в национальном масштабе, в национальном суде, чтобы не произошло? Основная ответственность за толкование должна возлагаться на Европейский суд, и поднимаемые вопросы должны направляться национальным судом в Европейский суд. Мы рассмотрим этот вопрос, когда мы будем рассматривать доктрины прямого эффекта и верховенства в наших следующих лекциях. Возможно, что национальная система, государство-члены, попытается реализовать закон Европейского сообщества. В национальной системе права есть что-то, что может использоваться в национальном суде. В таком случае, реализация является в некотором роде ущербной. Может быть, закон используется в национальной системе права по-другому в силу традиций и структур. Поэтому его понимание в этой национальной системе права будет отличаться от понимания в любой другой национальной системе. Для цели единообразия имеет важное значение то, что где бы вы ни были, законы воспринимаются, толкуются и применяются одинаково. Во-вторых, возможно, что права реализуются неэффективно, но средств судебной защиты не существуют. И это также подлежит толкану, так как европейские суды стремятся к тому, чтобы законы европейского сообщества были эффективны и реализуемы, будь то права или средства судебной защиты в национальных системах государственных членов. Например, лицо подает иск в национальный суд любого государства-членов, скажем, суд магистрата. Мировым судьям говорят, что существует правовой принцип европейского сообщества. Этот юридический принцип европейского сообщества должен использоваться, то есть применяться, по отношению к фактам. Так что мировые судьи могут вынести решение в этом деле. Как вы помните, мировые судьи не обязательно являются специалистами юридической квалификации. Они могут быть не юристами, и поэтому им будет нужен секретарь суда для толкования законов. В этом деле сторона может сказать, что для вынесения решения по делу необходимы законы европейского сообщества, и что в соответствии со статьей 234 они имеют право направить дело на рассмотрение европейского суда в соответствии со статьей 234 как первый суд в системе. Если они придут к выводу, что это необходимо, и что они хотят передать в дело, его можно передать только в европейский суд. Предварительно рассматривается контекст. То есть европейский суд должен знать, в каком контексте должен обсуждаться вопрос, и почему по нему должно выноситься решение. Так что национальный суд создает основную канву фактов, благодаря которой европейский суд сможет дать толкование в определенном контексте. На этом этапе европейский суд скажет, каким образом толкование должно применяться в национальном праве. Но само решение останется за национальным судом, который будет использовать толкование европейского суда, применять его к фактам дела и вынесет решение по этому делу. Как я уже говорила, многое зависит от взаимодействия национальных судов и европейского суда. Необходимо отметить один момент. Существует ограничение юрисдикции суда. Компетенция европейского суда ограничивается вопросами права сообщества, и таким образом определять, является ли вопрос вопросом национального права или права сообщества, должен соответствующим национальным судам. То, что стороны подняли вопрос, и он может быть связан с правом сообщества, рассматривается исключительно национальным судом. То есть, если они решат, что вопрос связан с правом европейского сообщества, они направят дело в европейский суд, который является единственным судом, уполномоченным решать такие вопросы. Во-вторых, европейский суд является судом толкования, а не судом применения. Поэтому он должен давать толкование так, чтобы суд, который направил вопрос, мог вынести решение. Иными словами, происходит разделение права и факта. Европейский суд должен истолковать закон, а то, каким образом он будет применен к фактам, должен решать лишь национальный суд, который направил этот вопрос. Обычно считается, что европейский суд принимает рассматривые дела по этому принципу. Однако сейчас я бы хотела упомянуть об одном деле. Это дело называется мар-лизинг. Мы будем рассматривать его позднее при рассмотрении благоприятного толкования. Если мы рассмотрим решение по делу мар-лизинг, мы увидим, что иногда европейский суд не всегда четко разграничивает право и факты, так как в этом деле утверждалось, что национальный суд практически не мог применить правовые нормы к фактам по своему усмотрению, так как толкование европейского суда практически являлось и фактическим решением. Однако обычно европейский суд исповедует политику невмешательства в дела национальных судов при принятии первоначального решения относительно того, является ли это первоначальное решение вопросом права европейского сообщества или национального права. Поэтому если национальный суд принимает решение о передаче дела, европейский суд обычно дает толкование. Это так называемая политика открытых дверей. В деле Коста сам европейский суд сказал, что суд имеет право делать с извлечением из вопроса, который не был сформулирован надлежащим образом национальным судам. Но эти вопросы относятся к толкованию договора. Можно сформулировать эту фразу проще. Если национальный суд поднимает вопрос, который в данном контексте возможно является неизвестным, не самым подходящим вопросом для толкования права сообщества, тогда европейский суд берет на себя перефразирование поднятого вопроса в форме, который является наиболее подходящей, для того, чтобы национальный суд мог вынести решение или для прояснения необходимых фактов. Так что во многих отношениях, именно благодаря подобному взаимодействию между национальными судами и европейским судом, национальные суды хотят задавать вопросы, так как если поднятые вопросы сформулированы ненадлежащим образом, они могут быть сформулированы европейским судом таким образом, чтобы национальный суд мог вынести решение. Поэтому важно, чтобы у европейского суда были достаточные факты по делу, так чтобы он мог рассмотреть этот аспект должным образом. Эта политика открытых дверей означает, что все суды могут направлять дела и что решения по направлению дела поощряются и не используются в качестве барьера европейским судом. Но рабочая нагрузка и загруженность с делами европейского суда все больше увеличивается. И мы видели, что частично по этой причине был создан суд первой инстанции. Но мы также видели, что европейский суд и надзаводил ограничения на возможность подачи вопросов национальными судами для толкования. В деле 1047-1980 году суд отказывался дать толковань, указав на то, что между сторонами разногласий не было. Они были фикцией. Они утверждали, что вопросы, задаваемые национальным судом, не входят в обязанности суда в соответствии со статьей 177 договора. Теперь это статья 234. В более позднем деле суд указал на то, что поскольку рассматриваемая область также подлежит судебному контролю, а положения, связанные с судебным контролем, имеют временные ограничения, стороны должны направить вопрос о судебном контроле, и они не могут использовать статью 234 для того, чтобы избежать вопросов о том, что они превысили сроки, оговариваемые в статье о судебном контроле. Таким образом, они отказались ответить на вопрос. Это немногие примеры того, как Европейский суд ограничивал возможность суда или трибунала по принятию решения о направлении дела в Европейский суд. Политика открытых дверей была необходима для активизации сотрудничества национальных судов всех уровней, для того, чтобы суд имел возможность дать как можно больше толкования дел в соответствии с основными и вторичными законами. Теперь я бы хотела перейти к вопросу о том, какие суды могут передавать дело на рассмотрение в соответствии со статьей 234. Как мы уже говорили, слово «суд» часто является гораздо более определенным в судебном контроле, в то время как слово «трибунал» может быть немного шире. Европейскому суду пришлось определить, какие из судов и трибуналов могут направлять дела в Европейский суд. Проводится определенное разграничение между органом, созданным частным образом, выполняющим судебные функции, и органом, выполняющим определенные государственные функции. Хорошим примером служит дело Бок Мюллер. Данное дело, номер 24680, было связано с вопросом, переданным на рассмотрение апелляционным комитетом голландского медицинского общества, которое было уполномочено государством на выдачу лицензий практикующим врачам в Голландии. Их решения имели обязательную силу. Они имели определенные полномочия, и их полномочия были предоставлены государственной структурой. В том деле, медицинское общество считалось подходящим органом для направления дела в вышестоящий орган. Возможно, наиболее полезные критерии могут быть заимствованы и сделаны в Ассен. И в этом деле Европейский суд разработал следующий критерий. Орган должен быть создан в соответствии с законом. Он должен быть постоянным и независимым. На него должна быть возложена обязанность по урегулированию разногласий, определенных в общих чертах. На него должны распространяться правила, регулирующие разбирательство между сторонами, подобные тем, что имели бы обязательную силу в обычных судах. Сторона должна отчитываться перед этим судом или трибуном, и его решение должно иметь для нее обязательную силу. В решении должны быть реализованы нормы права. В более позднем деле, с важным делом по иммиграции в Великобританию было признано, что этот орган также подпадает под этот критерий. Фактически, Европейский суд отвергал не слишком много дел. Одно важное исключение было связано с соглашением о третейском суде и третейским судьей, назначенным в соответствии с договором. Ссылок на национальную систему права не было. Оказалось, что договор не давал возможности сторонам обращаться к национальной системе права впоследствии. Как вы помните, это имеет обязательную силу в некоторых странах, но не во всех странах. В данном деле суд посчитал, что дело не могло быть направлено к каким-либо частным органам, который был назначен частными сторонами. Этот орган не входил в структуру страны в достаточной степени. И вопрос мог бы быть направлен на рассмотрение в национальный суд, если бы одну из сторон перестала устраивать частное договоренность. Поэтому европейский суд решил, что дело не должно было направляться в вышестоящий суд. Как вы можете заметить, существует обязанность передачи дела в вышестоящие суды. И возникает вопрос, должно ли оно передаваться лишь в самый высокий суд в судебной системе страны или в суд, над которым нет судебного контроля, который, очевидно, не может быть ниже, чем от от суд системы. Предпочтение отдавалось им так последней точке зрения, если хотелось, что у нас нет твердого правила процессуальных норм европейского суда. Когда дело должно передаваться в вышестоящий суд? Мы снова возвращаемся к идее сотрудничества между национальными судами и европейскими судами. И это помогает нам рассматривать вопрос, связанный с передачей дел в национальные суда. Стоило бы, как я уже упоминала, создать систему прецедии. Мы видим, что это происходит в двух делах. Дело Коста и дело Силфорд. В деле Коста суд начинает говорить, если мы уже отвечали на этот вопрос, и нет причин направлять его нам снова, например, мы можем передумать, или у нас могут быть основания для переставления дела, тогда нет необходимости направлять вопрос на рассмотрение в суд. Иными словами, наше решение должно иметь обязательную силу и должно применяться во всех судах государственных членов, так чтобы каждый суд не направлял этот вопрос для рассмотрения в суд впоследствии. Эта точка зрения высказывалась несколько раз и была принята, и этот подход европейского суда предотвратил появление множества вопросов относительно одного и того же толкования. Все это соответствует идее единообразия. Однако на определенном этапе возникает вопрос, не могут ли сами национальные суды частично толковать законы. В самом начале, когда Европейский суд активно работал над созданием статей, которые применяли должным образом и эффективно в государственных членах, и он хотел, чтобы в этой работе участвовали различные государства, важное значение имело сохранение контроля над статьями и их оптованиями со стороны Европейского Суда. Однако в более позднем деле Силфорд суд применил этот принцип несколько более широко. В деле Силфорд судьи ссылаются на доктрину Акт Клэр, и в данном случае они указывают на то, что у суда или трибунала в данном деле нет механизма судебной защиты, тогда суд должен передавать дело на рассуду. Но в данном деле они добавляют один дополнительный аспект, который в определенной степени меняет предыдущую систему. Они говорят, если только не будет установлено, что положение существует в настоящий момент, или рассматриваемое положение в законах сообщества, уже было дано толкование, или правильное применение законов сообщества настолько очевидно, так что не остается сомневаться. В данном случае мы видим то, что видели ранее. Сначала национальный суд говорит, нам не нужно законов европейского сообщества, так как национального законодательства достаточно для решения вопроса. Второе, что говорит суд, мы уже дали толкование, так что вам не стоит спрашивать нас снова, просто используйте это в вашем случае. Но последнее предполагает, что суды имеют право сказать. Это очевидная толкова. Так что нам не нужно направлять дело в европейский суд. Очевидно, этот подход довольно опасен, так как то, что очевидно в национальной системе права, может не быть так же очевидным в другой ситуации. Так что возникает вопрос, станут ли суды более гибкими при добавлении этой дополнительности. Но это выглядит как ослабление контроля, который ранее осуществлялся над национальными судами. Мы подошли к тому этапу, когда национальные судебные системы предполагают, что национальные системы будут направлять вопросы в европейские суды. Хорошим примером служит дело в области немецкого конституционного права под названием Red Patented Food Stuffs, рассмотренное в 1989 году. В том деле немецкий суд спросил о том, когда должен направляться в опцию, и он сослался на эти критерии, говоря, что они рассмотрят судебный отказ в следующей ситуации. Во-первых, когда национальный суд не рассмотрел дело, направленное в суд, несмотря на признанную важность и несмотря на его применение в каждом государственном члене. Во-вторых, когда суд сознательно отходит от прецедентного права европейского сообщества и не создает нового в прецеденте. В-третьих, когда по вопросу не было принято основного решения, или решения, принятые на сегодняшний день, не дали исчерпывающего ответа, или существует отдаленная возможность того, что европейский суд создаст прецедентное право, или национальный суд привык к свою юридичность. То есть, когда в европейском сообществе могут высказываться противоположные взгляды, которым должно отдаваться предпочтение перед взглядами государства. В данном случае мы видим еще одно изменение. Я уже упоминала об этом в деле Коста. При принятии решения европейскому суду не нужно снова поднимать этот вопрос. Но если мы рассмотрим существующую структуру европейского сообщества, мы увидим, что само сообщество сильно изменилось. Оно превратилось из чисто экономической организации в организацию с более широкими социальными функциями. В результате толкование, которое дается лишь на экономических основах, может потребоваться корректировка в свете более широких концепций, связанных с правами человека, социальными проблемами и окружающей среды, которые в настоящее время существуют в экономическом сообществе. В этом случае европейский суд говорит, что ему опять должна быть дана возможность пересмотреть толкование для того, чтобы проверить, является ли оно актуальным. Так что фактически исповедуется политика пересмотра, так что вопросы могут подаваться в том, что очень полезно в развитии отношений между европейским судом и национальными судами, особенно поскольку национальные суды всегда применяют и реализуют решения европейского суда. Таким образом, мы рассмотрели общие положения статьи 234. В следующей лекции мы рассмотрим вопросы верховенства, и мы начнем рассмотрение доктрин, разработанных европейским судом с использованием статьи 234 для развития прав и личности и средств судебной защиты для индивидов, где бы они ни жили, с помощью национальной суды. С помощью available for the individual wherever they live before their national cause. Thank you.